Всем привет! Это снова дневники Чёрного Копателя. Продолжаем следить за событиями в России, что происходит в Южном военном округе. Там понятно, что группа Вагнера продолжает экспансию вооружённую. По-моему, она... Я не уверен, я краем уха, но мне так кажется, это моё личное оценочное мнение, что она движется в сторону Москвы. Да, она уже миновала в Воронеж, реку Якорец, или Икорец, да. И движется в сторону Липецка, а по-моему, даже в Липецкой области уже что-то там происходит. И со всей стороны в Москву вроде как бы, я не уверен, но возможно, стягиваются всякие другие войска, верные Путину, Росгвардия, полиция. Всё это становится на усиленный режим несения службы. Где-то, по-моему, даже введены режим контртеррористической операции. И вот, вот что самое интересное. Это всё, ладно, это всё понятно. Вы об этом узнаете в новостях. Первый канал, и второй канал, и любые другие каналы, и Телеграм-каналы, которые, кстати, уже немножко прикрывают. Так что, в общем, деятельность Телеграма сейчас немножко подкручена, да, в избежание, да, чтобы не помогать мятежникам. Вот. Но, 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 интересная новость. Значит, она звучит так. Так, Путин подписал указ, значит, подписал закон о призыве осуждённых на службу по контракту. То есть, раньше осуждённых, осуждённому человеку нельзя было подписать контракт с Министерством обороны. А теперь можно. Вот с сегодняшнего дня можно. То есть, граждане с непогашенной судимостью могут стать частью Министерства обороны. Вот такая замечательная история, да. А ещё интересный момент в этом законе есть, что отныне, отныне ограниченно годные граждане также смогут заключать контракты с вооружёнными силами в период мобилизации и военного времени. Вот. Вот такая интересная тема. И что ещё более характерно, что, значит, вот они заключили контракт, да, заключили контракт, тролливали. А основанием уволения с военной службы для таких граждан будет окончание периода мобилизации, отмена, прекращение действия военного положения и, или истечения военного времени. То есть, контракт теперь, если вот захочешь пойти, значит, с категории В, куда-нибудь в центр этот отбора на Яблочково в Москве, или ещё куда-нибудь в военкомат свой пойти, возьмут тебя. Скажешь, о, всё, давай, подписываем контракт, всё тролливали. Ты думаешь, ну хорошо, а на какой срок-то мы подписали, тебе говорят, в смысле на какой срок? Ты подписал контракт, всё, может быть, даже там будет написано год или два, говорит, но, а когда увольняться-то, когда мой день бель-то? Отец скажет, ну как когда? Там же в законе написано, читайте ты, подумай, в каком законе? Ну и дети читайте там, и ты пойдёшь, читай закон и увидишь, что вот так, то есть до конца войны, ну, в скобках, до окончания специальной военной операции будешь служить. Так же, как и мобилизованные граждане, пойманные, значит, после 21 сентября до военкомата МИ. Вот такая вот история. Так что, не знаю, на фоне, конечно, вот этого всего военно-вооружённого мятежа и на фоне того, что всё это движется в Москву, всё это, конечно, приобретает какие-то фантасмагорические черты. Просто, знаете, вот, я садился несколько раз, вот, садился писать апокалиптический роман или постапокалиптический роман, ну, знаете, да, такой жанр постапок. И вот у меня там был герой, у меня там был сюжет, ну, реально, ну, понимаете, ну, всё, в принципе, как вот так, как сейчас, как вот реализовывается сейчас, в принципе, очень похоже. Там есть отдельная специальная, как бы, такая тема, которую не хочу раскрывать, не хочу никому просто так дарить свои, значит, ну, изыскания, да, придумки, да, идеи не хочу дарить. Поэтому не буду рассказывать. Но, знаете, что хочу сказать, хочу сказать вот что, что реальность, простите, что реальность, она перебивает все любые, значит, фантазии, которые могут в своих головах рождать писатели-фантасты или, значит, фантазёры. Вообще перебивает полностью. Поэтому я не знаю, что останется от Ростова, что останется от Липецка, от Воронежа, что, может быть, там от, значит, от границы на Москву, ну, от границы между Московской и Тульской областями, что там будет, может быть, там будет главное сражение между ЧВК Вагнера и Минобороны. Может, короткая, а может, длительная, я не знаю, не знаю. Но, знаете, вот жизнь, она гораздо, гораздо круче, чем любые придумки. Поэтому профессия писателя-фантаста, она, можно сказать, отмирает вместе с профессией футуролога или ещё какого-то. Бесполезно, 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 потому что ты сегодня напридумал вот такой сюжет, а на завтра книжка вышла, да, а потом оказывается, что это просто какая-то бледная тень реальности. Ты напридумал, ну, какую-то такую постную херню ты придумал, посмотри, что за окном творится, да. Вот это вот реальность. А то, что ты там придумал какую-то, а тебе казалось ещё позавчера, что такая смелая фантазия, что ну вообще смелая, что только представить в голове такое невозможно, оказывается, можно. И даже не только можно, но и нужно. У меня на этом всё. Спасибо. Пока.